друзья всем привет мама миа просто что происходит с ценами на автомобиле вот месяц наверное мы не выпускали ролики не поездили по салонам и приехали сегодня в один из официальных дилеров hyundai уже раз третий мы в одно и то же место приезжаем ссылки на предыдущие ролики будут в правом верхнем углу и в описании к этому видео мы сюда приехали для того чтобы рассмотреть народный автомобиль для покупки в качестве нового это солярка народе хендай solaris самый последний кузов вот здесь вот стенд и просто посмотрите на цену я не знаю нуждается ли она в комментариях или не нуждается но я эти комментарии сейчас дам этот автомобиль стоит 1 миллион 600 рублей 600 тысяч рублей за solaris в 2021 году не в самой жирной комплектации вот я беру значит распечатку от непосредственно завода-производителя солярки и здесь у нас представлено 4 комплектации это актив актив плюс комфорт и elegance данный вариант у нас представлен в комплектации комфорт с пакетом light вот здесь написано комфорт и пакет здесь light в котором там диодный свет и так далее всякое такое они навешали и хотят они за этот пакет light 50 тысяч рублей сверху вот автомобиль на автомате и почему я взял этот бумажечку потому что если присмотреться комплектация комфорт по рекомендации на 3 июня 21 года должна стоить 1 миллион 61 тысяч рублей один мать его миллион 61 тысячу они 1 миллион 600 тысяч рублей я понимаю что здесь еще какая-то какой-то пакет safety что-то приклеен за 70 тысяч рублей и так далее но вы вдумайтесь просто солярка за лям 600 чтобы вы понимали полтора года назад в весной двадцатого года у меня супруга покупала рио в самой жирной комплектации на диодах с бесключевым доступом там сигналкой она и встала миллион двести самая жирная рио а почему мы приехали солярку смотреть потому что в киеве тоже уже бывали и рио по моему рассматривали если не рассматривать это обязательно рассмотрим а если рассматривать ссылка будет с правом верхнем углу это же абсолютно одинаковые машины практически и у многих наверное встает вопрос вот у меня есть деньги я хочу купить солярку либо рио вопрос очень простой все-таки брать солярку или рио потому что внешне машины чуть-чуть отличаются внутри чуть-чуть отличаются но по технике это две практически идентичные тачки и собственно давайте посмотрим насколько она годится к тому чтобы ее покупать собака за такие деньги вы вдумайтесь лям 600 в семнадцатом году за лям 600 optima gt line столько стоила новая ну лям 650 ладно она она стоила эта машина которая на два класса выше к сожалению здесь нет ни элантры в салоне не сонаты но как только появится мы обязательно и про нее расскажем я прям честно говоря сердце сжимается когда я думаю про цены на эти автомобили короче соляра за лям 600 с разгоном 10 и 3 секунды до сотни 1 и 6 пишут расход 6 и 3 литра на 100 километров в смешанном цикле вранье потому что по трассе она есть в районе как раз шести с половиной а по городу рио у меня есть опыт ее эксплуатации уже более года рио по городу ест летом 10 а зимой все 12 спокойно кто вам говорит что меньше они просто в пробках не стоят вот чисто пробочный режим это 12 литров из того что установил сюда дилер на конкретный автомобиль это коврики салон и багажник амортизатор капота имеется ввиду видимо газовый упор сейчас мы откроем посмотрим шумоизоляцию колесных арок и днища при написано защита картера и кпп киа рио x-line кстати написано из этой из этого автомобиля и сетка защитная в передний бампер сетка присутствует действительно наверное стоит я не знаю сколько мне тяжело сейчас вообще по ценам ориентироваться потому что цены просто ахтунг какой-то и чтобы вы понимали за миллион 600 рублей вот чуть-чуть за стенд зайди сюда оператор мы пули получаем штамповку металлическую с колпаками литье здесь литье только присутствует в комплектации elegance в комплектации elegance вот в этой комплектации предпоследней казалось бы нет вы можете себе представить и здесь много еще того что вы даже не можете себе представить чего здесь не будет за 1 миллион 600 тысяч рублей давайте посмотрим газовый упор если он в итоге или нет бумажечка нас не пригодится газовый упор есть два причем два это хорошо да нечего тут смотреть дим закрываем за миллион 600 рублей они мне даже этот самый замок не прокрасили до конца да ну ладно цена газовых упоров если брать на алиэкспрессе в районе полутора тысяч рублей сколько вы переплачиваете за эту доп опцию смотрите сами у дилеров я всегда говорю ничего дилерам не платите чтобы они вам не предлагали мультимедиа от яндекса который будет глючить точно так же как в принципе и из алихи но не важно хорошо по внешности смысла вообще никакого нет вы их видите мне кажется просто можно выйти на балкон покурить и увидеть сразу 18 солярисов которые проезжают мы сразу идем в салон и все вот я про эту систему говорил pro safety которая тоже стоит денег а конкретно если вам интересно система pro safety значит пакет safety только для 16 только в сочетании с пакетом light и advanced эта система стоит 40 тысяч рублей которые включают себя боковые подушки безопасности водителя переднего пассажира шторки безопасности написано кстати легкосплавные диски с шинами на 1585 но здесь нет литья это наверное просто реклама здесь этой опции нет видимо в этом автомобиля окей ошибся ну тогда тем более мне непонятно цена в миллион 600 тысяч давайте в салон и будем впечатляться я напомню что опыт эксплуатации почти такого же автомобиля точнее рио у меня есть течение года так самый низ сделали почему-то мне сидеть чуть менее комфортно чем в рио там правда x-line но без разницы так здесь мы получаем кожаный руль но об этом потом начнем с двери не питаю никаких надежд все естественно дубак потому что это соляра и это под кожу это дермантин очень слабого качества здесь тряпочка почему тряпочка потому что салон тоже тряпичный блок управления кнопок только водительское стекло поднимается на автомате опускается на автомате вообще нечего говорить сюда из личного опыта рио знаю влазит литровая бутылка либо банка пива не то чтобы я пил за рулем ни в коем случае просто как купил положил и и поехал имеется ввиду полулитровая банка так как блин вот не особо что удобно не знаю нет по сравнению с моим фокусом чуть-чуть поудобнее но как бы разница в годах у автомобилей 10 лет кстати вот вылет руля я обычно него обращаю внимание посмотрите его очень много он в принципе то руль вот самом своем крайнем положении относительно водителя он и так то его хватает вот я бы вот так ездил а если вытащить ну бомбить удобно наверное с этим расчетом делают значится в комплектацию у нас включен оплетка руля кожей заводская честно говоря не особо она коррелируется вот со всеми остальными элементами интерьера автомобиля но и ладно руль чуть-чуть отличается от риошного но расположение всех кнопок абсолютно такой же как у рио здесь звук здесь переключение треков этот же блок занят управлением бортового компьютера и круиз-контроля что хотелось бы сказать вот эти кнопки имеют намного больший ход чем у рио они какие-то более плавные и не совсем четкие вот ход у них очень большой рио они четче нажимаются как мне кажется также и про эти кнопки у них очень большой ход прям на миллиметр 4 наверное они проминаются с левой стороны посмотрите вот здесь вот чтобы не царапали своими мерзкими руками покупатели вот вот прекрасный рояльный лака как бы его назвал lexus они закрыли это все дело скотчем здесь небольшой блок блок блочок наверное блочок управления всякой оптикой значит корректор фар вверх-вниз это подсветка чуть поярче чуть чуть посветлее это установка кнопки кнопка установки этих сам давления в шинах типа когда вы подкачали ее нужно подержать 3 секунды чтобы сбросить и запомнить датчики тмпс по моим называются и выключение трекшей системы трекшн контроля руль у рио чуть-чуть поудобнее мне кажется хотя здесь как-то он пожирнее пожирнее ощущается но у рио мне больше нравится переключатели идентичны идентичны этим же риошным это я почему так говорю постоянно с рио сравниваю потому что но это же почти одинаковые машины соответственно чтобы вам было проще понять что покупать солярку или рио потому что пока для меня разница этих автомобилей это чисто внешность то есть то нравится или то нравится хотя бы большому счету блин ну да переключатели чуть-чуть изменены но они по большому счету такие же они почти почти одинаковые да все то же самое вниз один щелчок дворника в этом самом в тахометр и спидометр внутри если видно в шашечку немножко сделан с намеком небольшим мне кажется вот внутренние вот эти вот части в шашечку га никакого бесключевого доступа вы не получаете за эти деньги нет его никакого бесключевого доступа здесь все то же самое открывается багажник и бензобак регулировка по высоте есть ядрический робот вы посмотрите на это ребятушки кнопка поясничного упора есть валик надувается или просто так его впаяли работает работает прикол видите приятно я не помню кстати у рио есть такая кнопка или нет мне постоянно не хватает там поясничного упора в самом жиру надо посмотреть вставлю сюда фотку вот этой части оператор ставит ok снизу капот открывается и здесь естественно блоку блок предохранителей и разъем обиде 2 ничего интересного нет абсолютно такая же штука как у рио вот это вот заглушка абсолютно такая же пластик кстати здесь достаточно мягкий конечно же здесь все тоже жесткая как и на рио в принципе все то же самое по поводу сидений забыл сказать они тряпичные у моей супруги кожа и сиденье поэтому ну по удобству те наверное чуть чуть поинтереснее может они к чем-то отличаются но не знаю никакой боковой поддержки здесь особо нету она присутствует но такое вот на такую здоровую если спину тогда она будет чувствуется на меня дрища здесь особо не короче не особо она чувствуется так руль все сказали оператор туда идет и уже дальше салон смотрим так что на с правой стороны здесь встречает ключ как я уже сказал никакого бесключевого доступа нет ну блин ребята машина на штамповках какой бесключевой доступ значится мультимедийная система она чуть-чуть переделана по отношению к предыдущим версиям по то по отношению к рио чуть пониже сейчас вы уже наверно заметили с чего меня начнет бомбить мониторчик заценить его не получается в наших ключа нету без зажигания он неохотно включается точнее вообще нет не включается мне нравится вот это вот решение это прикольно сделано вот эта окантовка серебристая которая показывает где вам можно менять направление перекрытие этих заслонок происходит точно так же как в практике почти в любом автомобиле корейского производителя просто в бок и они перекрыты мониторчик вот в стиле немцев такой типа типа значит классно сделано хотя мне не особо нравится когда они из панели выходят но это кому как напишите кстати в комментарии вам как больше нравится когда монитор такой типа парящий или который интегрирован в торпеду мне нравится который интегрирован так на пулечки вот это вот все из глянца естественно залапывается мам не горюй как и теперь то с чего в принципе за миллион шестьсот может бомбануть посмотрите блок хотелось бы сказать климата но хрен там плавал это крутилки за миллион шестьсот рублей ребятушки это крутилки очень тугая вот это вот крутилка обдува регулировки обдува и очень плавная но с четкими переходами это самая регулировка температуры я не против вы поймите я не против кондиционеров мне больше нравится намного крутилки чем кнопочки это удобней но за миллион шестьсот здесь нет климата здесь просто кондей и все кнопка рециркуляции еще есть и обогрев заднего стекла блин за миллион шестьсот тысяч мне конечно приборка чуть больше нравится урио вот вот этого часть чуть больше урио хотя вот в данном исполнении этот парящий монитор даже очень неплохо смотрится ниже по погрейке и обогрев руля спасибо за миллион шестьсот я могу хотя бы не за холодный руль браться как и везде две эти самые два прикуривателя один юсбшник аукса кстати нету аукса нету здесь прорезиненный коврик внизу действительно прорезиненный то есть это не имитация мне очень приятно руке значит рычаг а кпп вот это вот история огранка как здесь шрифт написан и глянец он точно такой же как на кие но рычаг другой на солярках все время рычаги другие были то есть он больше как под механику сделан ури уже рычаг под под вот такой хват здесь под такой там под такой в принципе и так и так будет удобно вот этот материал он достаточно слабый прям очень слабый он такой же как вот на подлокотниках я вам показывал дальше про бардачок потом я уже знаю какая там история он такой же как на view ребятушки за миллион шестьсот вам не дают в комплектации комфорт в предпоследние на секундочку комплектации не дают вам как эта штука называется представить ее нет я даже забыл подлокотника нет вам дали здесь еще один подстаканник для задних пассажиров и все нет подлокотника за лям 600 есть два стакана места на стакан средний и большого размера ручник без кожаной оплетки просто вот дубок вот этот и подлокотника нет если на у меня тоже на фокусе дебильная комплектация без подлокотника его заказал из китая он не особо то удобный но тем не менее пусть лучше он хоть какой-то будет тем более что он стоит две три тысячи рублей вот заводской есть покупать он там вообще копейки кит стоит блин я тут недавно бомбил в одном из предыдущих роликов насчет размера вот бардачка в подлокотнике у арканы а здесь его вообще нет понимаете в чем дело за миллион шестьсот тысяч просто от момент x ну как для меня не x я знаю какого размера он вот такого размера абсолютно средний если вы сюда положите несколько там значит руководство по эксплуатации пару книжек то все здесь места не будет буквально несколько проводов сверху кинут салфетки влажные все но для этого есть достаточно большие карманы в дверях ой миллион 600 тысяч блин ребята как же это дорого просто для такой машины это просто до хрена я считаю новый solaris безопасность важнее так зачем тогда покупать solaris если безопасность важнее так шутки от юрича за 3 за 300 выехали здесь есть шторка закрывания зеркалом ну потому что если водитель вот так сделает и у него будет зеркало то его может это отвлекать потому что в каких-то слева справа может кто-то проезжать и вы ну короче будет периферическое зрение плохо работать а здесь них на нету нету вот вот так вот если солнце допустим как-то отражается то будет в глаза вам светить все стандартно вот этот блок точно такой же как на ки и точно такой же с кнопкой отсоса и тем самыми включателями света абсолюли зеркало не могу оценить потому что на этой комплектации милые мои люди а кнопочка авто есть значит здесь есть датчик света но по традиции даже в жирной комплектации вы не получите датчик дождя если не ошибаюсь вот на всяком случае на рио в жиру нет датчика дождя странно что там сложно было в тот же блок запихать этот маленький датчик я не знаю очень очень тщедушный автомобиль за эти деньги не автомобиль то может быть хороший но за вот эту цену которую нам производитель пишет за 1 миллион сколько он тут 61 тысяча рублей вот за 1 миллион он неплох он нормально она отрабатывается и бабки он много ездит нормальные ходовые качества у него мозг не делает но за миллион 600 это что за цена такая вообще напишите в своих городах к откуда вывод наверняка же нас смотрит не только из москвы сколько у вас стоит час солярка вот не поленитесь просто остановите зайдите салон только вы не ведитесь на стенды и на вот эти вот видите здесь то не правда написано зайдите в менеджер спросите за сколько я могу купить конкретный автомобиль в комплектации комфорт вот москве мол скажите продают за миллион 600 тысяч рублей не кисло кстати слева вот это вот есть как я показывал защита с правой стороны нет здесь элемент такой же глянцевый причем здесь глянцевый а здесь нет а здесь матовый пластик но вы же как-то наверное должны немножко сопоставлять почему она разного то это странно смотрится пошли оценим место за мной создайте сяду как удобно ждите ну кстати да можно расположиться очень даже здесь ну например например вот так вот сел бы вот так вот и ехал было так без подлокотника подругу приходится вот так обнимать то есть обязательно машину на покупать с подругой чтобы компенсировать отсутствие подлокотников так руку на нее закинул и едешься ну либо почему в такси на них ездят без подлокотников чтобы на пассажира вот так вот руку закидывать все погнали назад за собой оценим пространство есть больше нечего сказать потому что за миллион шестьсот вам хрен что дают о чем можно рассказать понимаете в чем дело ну здесь даже заглушка а здесь могло бы что-то быть как говорится здесь могла бы быть какая-то функция двери четко закрываются двери как закрываются мне нравится я знаю что здесь назад садится не очень удобно я честно говоря сидушку не прям как мне удобно делал блин это короче я вот сел но расположиться дальше я не могу я заблокирован здесь понимаете я просто заблокирован а если бы была механика мне бы еще чуть-чуть подальше сидушку пришлось бы сделать вот я сижу и вот так вот надо наверное сделать ну и типа вот так вы сможете сидеть но тогда вопрос закроется ли дверь глянем короче дорогие мои друзья дверь конечно закрывается но нога блокируется между сидушкой но у меня длинные ноги и между подлокотником и вот она вот здесь вот и и никуда не можешь вытащить не никак не размяться ничего кстати смотрите как стилёво смотрится без подлокотников подголовников нога у вас вот просто заперта между вот этими двумя делами и все слава богу она не ударяет когда закрываешь сидушку окей что у нас сзади хотел я было сказать что у нас в центральной консоли есть там может быть юсбишник еще что-то ничего нет ничего нет просто вот и все вот пассажирского водительского сиденья кармана нет здесь справа есть карман здесь в два раза поменьше чем на водительской двери кстати опять таки за эти бабосики за миллион шестьсот тысяч рублей и в этом видео уже много раз эту фразу повторил здесь к сожалению нет во первых подлокотника для задних пассажиров потому что не хрена как бы локти ложить куда ни попадя правые свои а во вторых здесь нет папа грейки опять-таки на том же рио в самом жиру папа грейка есть и она стоила год назад миллион двести да это конечно все очень перескорбно ребята но светильники и сзади хотя бы хотя бы есть светильник здесь сделали вровень чтобы когда вы вылазили ну потому что по-другому ты фиг вылезешь пробуем задачка задачу посмотрим багажник вот и будем закругляться с кнопки можно открыть из салона потому что там есть рычажок дилерский коврик за который естественно деньги придется палить здесь две заглушки абсолютно стандартные для доступа к этим самым к стопаками с вас лампочка там перегорел или еще что-то ремешочек вот такой вот я не знаю это комплектация нет скорее всего это конечно же в любом автомобиле будет для того чтобы канистру масла туда положить может бутылка антифриза еще чего-то коврик ой на нем правильно написано даже solaris смотрите есть надпись и под ковриком мы имеем запаску конечно же докатку а где обещанная а обещанная шумоизоляция написано арок в багажном отсеке нет никакой шумоизоляции потому что ее нам не обещали не прокрашен кстати зад докатка ну место багажнике много достаточно много много места все нечего здесь больше говорить никаких юсбишников здесь естественно нет уже не того это класса автомобиль но проем вот здесь вот до задних пассажиров учитывая что это седан не особо то большое не особо маленький он большой достаточно то есть действительно я видал и поменьше ok посмотрите какая вот отдельная ручка написано пул то есть вот так вот надо машину не получилось еще раз не получилось еще раз закрылась знаю уже ответ на свой вопрос сзади барабашки ребятки барабашки сзади нет никаких дисковых тормозов на задней оси у нас вы их не получаете поэтому на мало-мальски эффективное торможение надеяться не стоит не знаю зачем я вперед полез я чё надеялся что здесь тоже барабанные тормоза нет конечно спереди диски дворники между прочим я вот удивляюсь с рио и вот которая была куплена в двадцатом году вот машину в двадцать первом году продают и обратить внимание каркасные дворники ну как бы каркасные понимаете дворники то есть это не bosch за 2000 рублей всего лишь без каркасные это каркасные дворники которые когда ты зимой ездишь вот если помните эту зиму особенно ее конец когда были морозы когда было слякоть у меня вот водительский дворник на рио когда я проезжал от бауманки до сокола в течение часа в пробке во время снегопада у меня он вот так вот становился почему потому что на него просто до хрена налипала снега у этот снег начал таять и образовался налить и дворник не чистил потому что перед ним образовывалась налить и не спасал даже обогрев лобового стекла он наоборот способствовал тому что значится снег таял опять таки и налипал просто на дворник каркасные дворники я не знаю но во всяком случае вот на рио это днище полное они вообще в мокрую погоду не справлялись в то же время и кашкай и ford которым вот я владел в то время у них все нормально было с бескаркасными все было ок ну как вы можете себе позволить двадцать первом году вот это вот историю двадцатилетней давности тридцатилетней давности ставить я не понимаю и вот за эти деньги понимаете за эти деньги что можно сказать в качестве резюме ребятки дорого я ничего больше не могу сказать дорого очень сильно дорого и от вас только хочется услышать в комментах чтобы вы купили рио или солярку вот просто интересно и чем вы руководствуетесь при выборе того или иного автомобиля хотя по сути это две одинаковые машины напишите вот что то что то есть вот абстрагироваться вот каких-то там канонов красоты да за эти не за эти деньги за те которые вот бумажки написаны андр за миллион рублей они нормальные и выглядят это это по-своему интересно но вот чем вы руководствуетесь при выборе такого автомобиля если видео понравилось ставьте лайки если считаете также как я что миллион шестьсот для солярки это просто ну это в два раза дороже чем должно быть я считаю то подписывайтесь тоже на канал пишите одобрительные комментарии подписывайтесь на канал уже сказал да но не важно всем спасибо за просмотр до встречи и удачи